Мамангу, не знаю, как лучше это сказать, какими-то положительными словами. Тем не менее, это люди, которые двигают здравоохранительную науку в нашем городе. Люди, которые занимаются весьма перспективной областью исследований, связанной с медициной, с здравоохранением, с использованием высоких технологий для диагностики, то есть для анализа состояния здоровья человека, для терапии в том числе, да, есть технологии, связанные с терапией. Но все, в основном, большая часть внимания присутствующих здесь людей, это связано с воздействием на живообъекты света, различные колебания, различные комнаты, световые, звуковые колебания. На самом деле, от того, как эти колебания взаимодействуют, эти волны взаимодействуют с организмом человека, можно получить огромное количество информации. Соответственно, здесь присутствуют сотрудники Научно-технологического центра Биоминистерской фотоники. Вы с ними, я думаю, потихоньку пообщаетесь более плотно. Но в качестве вектора у нас будет выступать Козлов Игорь. Игорь, точно. Ну и, наверное, стоит представить, опять же, человека, который все это двигает, и который, в данном случае, находится позади вас, это Андей Валевич Дунаев. Это как раз директор этого самого центра Биоминистерской фотоники. Ну и человек, который отвешивает волшебные петли, для того, чтобы этот центр благополучно развивался, двигался, завоевывался больше и больше места в окружающем насе, в том и том пространстве. Итак, Игорь Олегович, вам слово. Вот она, вот она фотоника. Слушайте, никогда не работал, никогда не работал с такой доской, потому что, потому что примкаешь, не нужно постоянно, это мимо, мимо он сейчас едет, но как его огибать, здесь вот проходишь, и ничего, это нормально. В общем, спасибо за теплые слова, потому что нас представляли, Андрей Валерьевич, я зовут Козлов Игорь Олегович, я сажер-исследователь научно-технического центра и институтской фотоники. Вот. Ну, это как уже было звучит, что мы занимаемся внедрением внедрением каких-то известных технологий уже, так сказать, касающихся взаимодействия света, и мы, скажем так, транслируем их в медицину. Обычно этот процесс здоровья, почему у нас это важно, обычный процесс транслирования каких-то высоких технологий запруднен. Например, известный такой метод, как язерно-магнитная томография, компьютерная томография. А ним, казалось бы, да, очевидно. Как удобно посмотреть, чтобы человек внутри, не скрывая, не загадывая. Но внедрялось в эту всю практику больше 20 лет, и не всем врачам это было очевидно. И у нас вот такая наша благая цель, это развивать оптические технологии в медицине. Здесь не так давно нам сделали так называемую 3D-экскурсию, то есть вот по этому QR-коду можно, ну или по этой ссылке можно пройти и как бы побывать в нашей лаборатории, не побывав в ней физически. Если вы посмотрите, где мы работаем, наши рабочие места, примерно представьте себе оборудование. Вот, и то, чем мы пользуемся, чтобы за него внедрять технологии в медицину фактически. Вот наша команда, это блок наших научных сотрудников. У нас такая большая междисциплинарная команда, в ней есть и биологи, и биотехнологи, и обязательно инженеры, и нам, в общем-то, нужны программисты тоже, те, кто умеет работать с большими данными и организовать. Вот, вот наша такая междисциплинарная команда, и, собственно, множественные сотрудники, а это странные стажеры исследователи, студенты, которые в нашем центре работают, то есть, как видите, достаточно большая команда, и, в принципе, если у вас будет желание, каждый из вас может занять место в нашей команде впоследствии. Ну, вот, есть в нашем блоге название, да, нашего центра герметинского фотоника, биофотоника, вот, что это, что это такое, что это за такая междисциплинарная наука, как это понятие получилось. Ну, чуть-то про лингвистики, то есть, да, биос, по-гречески, да, это жизнь, и фос, это означает свет, и, вот, получается, да, что и наша наука находится на стыке знаний биологии о жировых объектах, и на стыке знаний биологии живых, и о фотонике, то есть, о науке, изучающей свет. Ну, в седьмом классе проходится по физике такой блок, называется оптика, но, в общем, фотоник, это, скажем так, оптика и еще ряд других явлений, скорее, такое более широкофрактуемое понятие. Вот здесь есть такая диаграмма, это выяснение, что же такое свет, то есть, это, в общем-то, электромагнитная волна, но конкретно свет, это особая часть диапазона, находящаяся вот здесь вот, мы, так получилось, что мы воспринимаем вот эти электромагнитные волны, вот этой длины, мы их воспринимаем как в различных цветах, то есть, на самом деле, есть радиодиапазон, есть там сверхдлинные волны, образующиеся от галактик, которые длины миллионами километров, есть мельчайшие длинные волны, которые порядка размера от молекул, вот, но весь диапазон явлений, ну, а мы, которые, если делать, так иначе довольно исчерпаем, заключен вот в достаточно небольшом диапазоне от инфракрасного до мультифиолетового. Ну, тут несколько эффектов, знаменитая, скажем так, диаграмма из альбома музыкальной группы Deep Purple, вот, вот это вот пример дефракции на небольшой щиринг. Вот, ну, несколько слов, да, о той части, вот в слове оплатоника, несколько слов о оплатонике, то есть, на самом деле, прорыв, который в последнем 20 веке в технологиях, прорыв, который произошел, он в основном лежит в области, действительно, начало использования электропроводительных логов, в частности, конечно, использование света, то есть, изобретение лазера Прохоровым и Таунсом в 50-60-х годах, конечно, значительно продлинуло вообще науку и технику, вот. И самое интересное, что, как бы, оптические явления, они настолько всепроникающие, ну, в науке и технике, что, например, те же самые, те же самые понятия, они верны как для макрообъектов, да, размером с галактики, да, со скоплением галактики, они верны так и для микрообъектов, которые изучаются на микроскопе. То есть, все это, в общем, все это, в общем, потоника и работает по одним и тем же законам. Ну, конечно, стоит отметить такое несколько более техническое понятие, вот, то, что у нас у каждого с собой, вся электроника, конечно, это тоже прорыв произошел благодаря, благодаря, как бы, оптике потоники, потому что, вот, те дорожки, да, которые на электронике сделаны, безусловно, они делаются светом, вот, создаются. Ну, и, конечно, стоит отметить, что передача данных, вот, оптоволокмор, даже в самом понятии, да, оптика, вот, даже говорят про кинутелки, вот, оптоволокно, оно передает как раз мегабит информации, информации туда-обратно, и все это, в общем, тоже потоника, но мы такие, сугубо технические, конечно, явления не изучаем, у нас несколько более направлено на практику. В практической диагностике живых объектов, как я вот так подумал, как бы это назвать, вот, и, как говорится, да, земля стояла на трех китах, вот, и, в общем, практическая диагностика тоже находится на трех китах. То есть это три процесса, в общем, комбинация которых и определяет, там, и комбинация не только определяет, вообще подходы к тактической диагностике, там, тех или иных явлений, и к терапии, и к хирургическим каким-то воздействиям. То есть комбинация вот этих явлений, вот, и выбор, выбор правильного подхода, чтобы их использовать, как раз, как раз, определяет, определяет, определяет имение. Вот, это процесс осеяния, воплощения, отражения, да, и флуоресценция. То есть, и мы сейчас коротко обсудим каждый из этих пунктов, вот, что это такое, почему, почему это интересно. Ну, что выяснили, что такое флуоресценция, конечно, конечно, надо так немножко, немножко быть, там, больше, более старшеклассником. Вот. Но, в принципе, на таком, на простом уровне можно тоже это пояснить. То есть, флуоресценция такое явление, когда, ну, давайте, может быть, на этом сайте, тоже поясню, это когда у нас есть некое вещество, вот, у него, у него особенная такая конфигурация вот электронов, и когда на него попадает свет, тоже определенные, определенные, определенные длины волны, определенные его цвета и мощности, она начинает светиться другим цветом. То есть, есть такая флуоресцентная краска, например, да, например, в ультрафиолете она будет светиться синим, там, или зеленым. Таких вообще, ну, например, аклеоновые лампы таким беловатым цветом, зеленоватым цветом будет светиться шерсть, например, да, и вот иногда часто используются там шоумены, могут, вот, устроители, устроители концертов, пользуются такими эффектами. То есть, ну, нормально скряснусь, и можно встретиться. То есть, на наше счастье немало хороших, немало важных веществ, вот, тоже, как бы, хруппируются флуоресценцией. Вот, ну, именно на более, на более, таком, скажем, высоком уровне флуоресценцев, флуоресценцев, когда, ну, раскрывая понятие, которое я озвучил, то есть, это такой процесс, когда свет попадает на один из электронов, ну, в определенной характеристике свет попадает на один из электронов, на атомном облаке, и его энергии становится достаточно, чтобы перевести его через потенциальный, ну, потенциальный барьер, перевести его на определенный энергетический уровень. Но, скажем так, природа, она не терпит, не терпит выхода из равновесия, и всегда, всегда будет из равновесия в природе, приводит к тому, что она стремится, стремится уметь, ну, вернуться обратно в стационарное состояние, называется, в науке. И, но, при возврате, да, при возврате вот этого стационарного состояния происходит излучение той и того света, да, того и той энергии, на которой электрон запас во время этого процесса. Но это излучение, оно будет именно другого цвета. То есть, как я говорил, то есть, например, светим ультрафиолетовую лампу, а свечение у нас получается зеленое. То есть, вот как раз вот это и объясняется. Ну, хвороэссенция бывает, есть какой термин инодемная, то есть, это когда форисцирует вещество само по себе. А есть хвороэссенция, она кондуцированная, то есть, мы какое-то вещество добавляем, и я там дальше, я поясню, и оно начинает форисцироваться в очереди. Вот у нас будет, мы принесли установку, которая реализует технологию, и вы покажете пионеритам, позже расскажу, потом, может, будет с ней даже работать немножко. Вот. И такой процесс другой. Это рассеяние света. Ну, это такой более, скажем, понятный процесс. К примеру, едет машина в тумане, и свет фар пробивается. Да, и, конечно, туман что такое? Это множество мелких частичек воды, и свет. Свет отражает, он прилавляется на множестве не частичек, и его от прямого распространения начинает так разносить, да, в разные стороны. То есть, вот здесь вот такая диаграмма, что поток света вот такой, да, он рассеивается на множество разных углов, и получается как раз такой конус. Вот. Тут несколько диаграммок объясняющих. Разные объекты, свет рассеивает по-разному, какие-то объекты его рассеют очень сильно вперёд, вот, какие-то, наоборот, если у него свет попал, то он в разные стороны его рассеет, вот. Ну, вот, очень важно, очень важно знать, вот, в обличной диагностике этот параметр, вот, и не менее важно знать, конечно, поглощение. Тоже, вот, часто, вообще, мы видим цвета только потому, что часть спектра поглощается, да, вот, поглощения, вот, часть спектра поглощается, а вот именно конкретный, конкретный Например, у нас хороший пример для синего, например, столба. Мы воспринимаем его синим. Почему? Потому что он отражает только вот эту длину волны. Почему мы воспринимаем некоторые объекты черными? Потому что черный цвет облащает все суммы цвета. То же самое и белый. Объекты покрашены белым. То, что мы воспринимаем субъективно как белого цвета, он отражает все объекты. Все отражает все цвета, все длины волны. То же самое здесь зеленый листик. Почему так? Потому что эволюция так придумала, чтобы проходили в листике реакции нужные для него. Чтобы шла деятельность у растения. Были созданы природой эксперименты, которые именно облащают в определенном диапазоне. И вот они как раз выглядят зеленым. Давайте дальше. После вот такого введения надо остановиться на применении венецинской практике. То есть на поверхности лежит, что оптикой фотоника она естественно крайне представлена в хирургии глаза. То есть смотрите, вот термологии, вот эти вот знаменитые так называемые лазеры, темтосекундные лазеры. Чтобы, например, отслоившись сетчатку, можно приварить очень быстрыми импульсами лазера. И, конечно, именно для зрения, то есть там, где традиционные методы хирургического вмешательства, скальпельные и так далее, они вообще невозможны. Конечно, зачастую именно для термологии как раз наиболее очевидное развитие. Вот, спокойненько. Вот здесь вот представлен результат измерения на архическом конгерентном томографе. Вот, это один из таких немногих методов, который позволяет увидеть, увидеть это, это роговица. Вот увидеть роговицу очень подробно, все ее, все ее там, я уже не помню, пару нескольких десятков слоев. Вот она состоит, и всю ее физиологию рассмотреть, и понять, почему у человека там та или иная проблема со зрением. Вот один из таких неожиданных, скажем, то, что уже сейчас есть, неожиданных применений, это лечение абрикозной болезни. То есть, казалось бы, где свет, где абрикозное решение вен на ногах. На самом деле, придумали метод, когда уже пораженная вена сильно на ноге, и кровь сильно застаивается, и нужно что? Обычно ее удаляют. То есть, на самом деле, операция выглядит по удалению вен довольно жутковато. Раньше это делали так. То есть, там подцеплялись крючок в вену, ставили такие грузики, и она выдиралась из ноги. То есть, это довольно, ну, не все, не все, не все, как бы, в медицине выглядит статично, красиво. То есть, там довольно, ну, выглядит это странно. То есть, с ноги торчит резко на крючке, там такие грузила. И врач подставляет эти грузила, и вот он потихоньку вену выдирает. То есть, но лазером можно, лазером подавав определенной длины волны лазера, можно эту вену запаять. То есть, вставляется, вставляется лазер, ну, лазерное волокно гибкое, да, вставляется, вставляется вот вену, и там, ну, проводится до того, как она, ну, там она уходит вниз и становится, ну, уже нормально. То есть, на месте, где варикоз, ну, оно такое вот, будет заметно. Этот лазер есть такой круговой, да, и он начинает, и он начинает цепить, и так вот, ну, довольно сильно светит, что края начинают, ну, так, завариваться, испадаться. Вот. И врач тянет его назад, и вот края, края вены, ну, края вены, пораженные, они просто стягиваются. То есть, намного, намного менее травматично, не так болезненно и быстрее. То есть, вот, ощутите, да, смысл вот этой идеологии, да, использование оптики-хотоники в медицине. Раньше, да, мы цепляли крючком в вену, надеваем грузи-грузил у нее и тянули, вот, на себя. А теперь мы вот так вот намного быстрее решаем эту проблему. Ну, естественно, стоит отметить, что медициня, конечно, это хирургия. То есть, раньше, там, то, что можно было отрезать, отрезать скальпелем, теперь можно, теперь можно аккуратно, практически бескромно, удалять лазером. То есть, здесь вот, здесь вот представлено, ну, кажется, какое-то такое неприятное последствие от анселита, да, воспаление медалин. Вот. И вот это вот такое вот образование надо отрезать. То есть, раньше можно было туда уже отрезать с железками, а теперь можно аккуратно, даже не доходя, там, ну, вовнутрь, глубоко, подвести лазер определенной длины волны, подобранной, ну, согласно тем знаниям о поглощении рассеяния, которые вот я озвучил, подвести поближе, включить, включить, и вот он аккуратно, совсем без совсем, вы не увидите ни капли крови, потому что кровь мгновенная, или сосуды все завариваются, вот. И не уйти ни капли крови, а в приятной операции. Его аккуратно просто отрезали и все убрали. То есть, никакой, все там быстрее, быстрее, никакой травматичности, даже это может быть сделано под местной анестезией, просто, фактически, как в зубном заходили, да, только вам удалили, там, да, то есть воспаление медалина. Ну, какие-то вот, вот такое вот выражение, да, то есть во многих гаджетах современных есть измерение кислорода, да, то есть буквально вы надеваете на пальцах эту прищепку, и оно вас посчитает содержание кислорода. То есть вот сейчас современная ситуация, вот, ввиду их идеями, это очень стало актуальным, и, конечно, у каждой бригады своей помощи есть такой вот уборчик, который у вас кислород измерит. Вот. Так что вот такое вот, именно уже сейчас, на практике, много приборов, в основном на оптике, уже применяется в медицине. Но, безусловно, вы бы не работали, если бы, если бы, если бы оставались, все было совершенно решено, и, обязательно, есть лакуны для пика, которые надо заполнить, заполнить. Вот. И, чтобы вам было легче понять, что происходит во время там мастер-классов, там ребята собрали установки, что там происходит, я только поясню о приборах, которые используются для вот, вот, уяснения оптических свойств объектов. То есть, чтобы потом можно было с ними работать, тоже, и диагностировать, и резать, вот, лазером, и так далее, и так далее. То есть, вот это вот такая система с электроэлектром. Ну, то есть, вот представьте, вот, вот здесь какой-то образец, через который прошел свет. И, вот, он попадает, попадает, ну, вот, как бы, в тело этого прибора, вот, через такую апертуру, вот, через разъем. Вот. Попавший свет тут отражается на таком-то специальном зеркале, и дальше, вот, он разлагается из спектра. То есть, вот, из названия прибора доцелет спектр трометра. То есть, измеряю спектр. Спектр, да, вот, как вот, на одни-муте скандирующих слайд, как раз вот, разложение цвета, да, на его составляющие цвета. То есть, ну, у каких-то там, где белый свет, белый цвет, да, будет выглядеть как радужая, да. Например, там, зеленый свет будет иметь, там, только зеленую полосу, например, да. Вот, или какие-то еще небольшие. То есть, там, серый зеленый, там, черно-зеленый будет, вот, иметь такую вот, одну полосу, более-более темную. Вот. Дальше, дальше здесь еще одно зеркало. И такой, он попадает в такой прибор, да, в такую сопричислительную линейку. То есть, так вот задумано, да, что, вот, если свет попадает, например, вот в эту часть линейки, да, то это будет красный. То есть, если вот в эту часть линейки, то это будет синий. То есть, мы понимаем, сколько каждого цвета содержится, там, вот, в этом образце, который мы исследуем. Ну, то есть, зачем это вот интересно изучать, там, спектр веществ, вот, взялось бы, да, то есть, это такое очень далекое от аппарата медицины, но, ну, тут такая диаграмма. Вот, как раз, благодаря этой диаграмме можно посчитать, тут вот именно Hb, это гемоглобин, да, анализы, HbO2, это гемоглобин, который, который уже кислород присоединен. Ну, когда мы пишем, да, гемоглобин цепляет на себя атом кислорода, дальше его переносит, ну, к объекту, ну, к тканям, который нужен кислород. Вот, и вот, как раз, зная этот вот спектр, да, можно посчитать, то есть, содержание кислорода в крае, то есть, по их соотношениям спектра без кислорода и кислорода можно вот это вот вычислить. Вот. Вот тут у меня есть такой другой прибор, да, казалось, тоже спектрометрия, уже спектрометрия. Это, смотрите, смысл несколько другой. То есть, если предыдущий прибор, да, тут был как бы белый свет, прошел, то есть, мы брали образец, пропускали через него свет, и вот, например, он как-то преобразовывался, и попытался прибор здесь несколько иначе. Здесь используется источник уже, как мы говорим, белого света, который до того, как пройдет через образец, смотрите, как будто вы меняете листами, да, два прибора, вот он не проходит через образец, уже разлагается, и вот здесь вот такое вот стоит, как бы, отверстие, которое выбирает зеленую длину волны. То есть, мы образец засвечиваем не белым светом, да, а как конкретно, например, зеленым, или синим, или красным. Вот, и тем самым мы можем сделать, ну, решить тот же самый вопрос. Надо ответить, какой вот в этом образце такой свет проходит, а какой нет. То есть, выяснить его спектральные характеристики. То есть, этот прибор более сложный, называют спектропатомитом. У нас в лаборатории такой есть, и вот уже сейчас вот с Андреем Юрьевичем, вот мы вот в этом плане сотрудничаем. Правда, вот не с Хванториумом, а с его студентами. Одна из такой последних лабораторных работ выясняли, выясняли у оптического, оптические свойства ДНК. То есть, когда оно сплавилось, когда оно еще, когда оно еще не сплавилось, то есть, такая лабораторная работа была интересная. То есть, в принципе, я надеюсь, вот Андрей Юрьевич, ну, скоро мы когда-нибудь вот Хванториум. Хванториум, когда-нибудь понадобится, что-то посчитать на спектропатометре. Вот приходите, мы попрактикуемся заодно, попользоваться этим прибором. Ну, тут несколько еще диаграмм. Как выглядит поглощение. Поглощение в разных веществах. Здесь вот такой небольшой повтор. Вот гемоглобильной оси, гемоглобильной оси, здесь еще добавлен спектр воды. Ну, да, как бы длина волны более 700 нм. Это как бы еще видимый свет. А после 700, ну, где-то после 650, начинаем всю жизнь прокрасной. То есть, логично предположить, да, что вода для оптического диапазона прозрачна. Но вот для внутракрасного диапазона уже вода как бы не прозрачна. И много, ну, и есть на этом основано действие некоторых теоретических лазмов. То есть, например, можно воспользоваться, воспользоваться, например, лазером на длину волны 1200 или 1000 нм, где вода хорошо поглощает. Это значит, что свет не пройдет мимо этого, ну, воды, а начнет ее как бы кипятить. Вот, и, например, вот то, что я показывал, удаление от мягких тканей, там используется лазер на углекистом газе. И он как раз вот, он как раз инфракрасный. И вот используется эта вот особенность, что вода хорошо в инфракрасной свете поглощает, и как бы она начинает кипеть. То есть, при попадании в свет, он, в принципе, мимо других веществ проходит, а вода выкипает, и вот это вот тем самым как бы отрезается, отрезается у мяткой ткани. Так вот, несколько подробнее остановимся на приборах, которые считают вот эффект, который я пояснял, вот такой ресенсор. Ну, конкретно, конкретно ее, так называемый, ресенсор-имиджинг, да, или визуализация. Вот у нас собран приборчик, можете обернуться, он стоит. Вот эта колонна. Собственно говоря, здесь этот прибор представлен. То есть, мы поподробнее на нем остановимся. Вообще, достаточно интересный объект. Фактически, здесь как бы собран микроскоп. То есть, он, в общем-то, показывает то же самое, что показывает микроскоп, но с одним его дополнением. То есть, микроскопы работают вот в белом свете, но из-за того, что есть вот вещества, которые публицируют, можно, например, подвести какой-то другой источник цвета, например, ультрафиолетовый. Здесь есть особое, скажем так, испособление оптическое, которое позволяет одновременно наблюдать, наблюдать как бы... Вот, наверное, по какой-то другому я скажу. Здесь вот какая-то пластинка, называется дихорическое зеркало. То есть, почему мы его здесь используем? То есть, засвечивается из этого источника, да, свет проходит, отражается вниз, возбуждает ту эссенцию. Вот, свет идет назад, но самое главное, что свет не проходит вот мимо этого зеркала наверх. То есть, не происходит засветки, засветки источником, засветки камеры, которая принимает сигнал. Вот. И мы, например, можем увидеть... Вот я вам сейчас покажу пример. Вот такой пройдет эксперимент. Сейчас вот вы увидите. Сейчас включу его. Что здесь происходит? Вот мы несколько раз остановимся, наверное. Так, здесь не проигрывает. Толик, посмотрите, вот, если презентацию включить, почему не получается? А, ладно. Так, вот смотрите. Вот этот, вот тут образец помещен, помещен под тот прибор. То есть, вот. Сейчас. И в определенный момент добавляется... Вот. Вот, вот, видно. Мне просто отсвечивали. Вот видите, видите, да? То есть, только было взрыво, сейчас было темно, а потом что-то засветилось. То есть, что это за протест такой произошел? То есть, это было излучение, излучение, вообще, свойств, свойств, как бы, жизнедеятельности клеток. И мы добавили вот особо... То есть, в течение, в течение свойств жизнедеятельности клеток вырабатывается вот такой вот, такой вот ион. Такой вот ион. Это называется супероксидный ион. Вот тогда вещество О2, только у него один, один, как бы, электрон неспаренный. Ион имеет заряд минус. Вот. И он образуется всегда в течение жизнедеятельности клеток. И вот, если добавить, если добавить это определенное вещество, то он так и называется, можно увидеть, увидеть, увидеть работу, вот, мельчайших, мельчайших, педагогических заводов и мельчайших депо клеток. Название метахондрии. Вот. У нас был такой эксперимент. Мы взяли слезы мозжечка. Это отдел такой мозга лабораторных кресс. И вот там наблюдали, наблюдали уже некий склеток. Вот пока они еще были живы. То есть добавляли, добавляли, вот, добавляли в нас, и в нас есть это вещество. И освещая алкогурсендум, ну, алкогурсендум глазом, видели, видели вот такой вот техник. А, наверное, дальше. Вот, как бы, ну, такую установку не принесли, но, в общем-то, это все примерно то же самое, только здесь нету объектива именно вот. То есть объектив здесь не увеличивающий, то есть это уже не микроскоп, это так называемый такой махер-удивизация. То есть это можно, например, там руку подставить, да, и она, например, будет светить, вот, и визуализировать большую область. То есть это мы использовали для других целей. Сейчас я вам покажу. Следующий слайд. То есть смотрите, вот здесь вот такое вот, вот все темно, да, а вот это вот зеленое. Вот это как раз, это светится раковая опухоль. Вот у мыши, вот опухоль печени. Вот мы только подставили вот эту установку, вот, и увидит, и вот у нее была, у нее вот она была больна вот раком печени. И вот смотрите, остальные ткани не светятся, да, а вот именно, именно рак, да, как вот особое состояние, да, клеток, вот такое, что оно очень отличается их, вот, жизнедеятельность от окружающих клеток, да, он рефицирует. То есть вот как раз у нас проект для того, чтобы вот понять основы вот этого вот эффекта и помогать врачам увидеть, вот здоровая ли ткань или пораженные раковые опухоли. Вот такая вот у нас была цель. Цель поставлена, мы проводили такие вот исследования. Вот, как бы, вот идея, да, визуализация у нас состоит вот в этом, что есть особенные клетки, которые, которые могут туда подсветиться. Так, давайте дальше. Вот другой интересный эксперимент. Смотрите, это... Ммм, надо попасть. Вот, это тоже у нас сделано. Вот. Видите, такое смещение. То есть оно свергает, гасится, гасится, не гасится. Здесь вот внесено особое вещество, которое, если ионы кальция входят, входят в клетку, он начинает светиться. А если выходят, то, как бы, это гасит. То есть мы здесь можем видеть процесс, как бы, как бы, жизнедеятельность клеток, что, как она перекачивает, перекачивает ионы внутрь, внутрь цитоплазмами, внец, внеццитоплазмами. То есть тоже оцениваем, оцениваем уже ли мы, как бы, в их гаситеристике, жизнедеятельности клеток. Вот. Давайте дальше. Вот тут коротко, не коротко про такое уже, скажем так, вот мы немного про биологию разговаривали, и, как бы, совсем мало о измерениях на, собственно, на людях, которые, то есть в основном я говорю, что уже разговариваю на крысах, на крысах. О, сейчас приберу. Вот. А есть, а есть метод такой, более, как бы, диагностический, именно для людей. То есть, это, ну, такой метод называется, вот, лазерно-доплимсихлометрия. И вот он основан на том, что используется, опять же, лазерный цвет, только красный или инфракрасный. То есть, опять же, опять же, очень важно знать, то есть, облачение, рассеяние у живых тканей. И вот, происходит зодирование микроциклитового росла, да, внеэлектроциты, так вот, довольно быстро двигаются. И, ну, далее, происходит регистрация, ну, обратно, рассеянное значение. Вот, можно посчитать, как бы, скорость и концентрацию крови вот в этом вот, в этом вот объеме. Почему это важно? Потому что, у многих людей, там, с разными тяжелыми заболеваниями, у них, как раз, происходит вот, оттоп крови, у них кровь плохо работает, плохо работает, иногда, самых, вот, крайних отделов, те капилляры. Вот. И... Вот такой будет немножко забавный слайд. Здесь, вот, представлен, вот, прибор, которым мы пользуемся, который на этом вносим исполнение, вот проведем несколько экспериментов, вот там, там вот уже все установки собраны, вот, мы посчитаем, посчитаем вашу инфузию в руках, вот, оценим ваше состояние здоровья, вот, и, ну, конечно, мы будем делать, вот, как говорит господин, да, это сидит, а, сидит, как бы, ягин, да, йог, который, который, занимается дыхательной гимнастикой, он очень медленно дышит, 30 секунд выдыхает, 30 секунд выдыхает, и, вот, было предложено смотреть некротерпуляцию, у него, вот, на лбу, как, вот, у него, там, скажем так, энергия предшествует по его чакрам, это, конечно, шутка, но, в общем-то, в общем-то, это довольно, довольно интересно, как вот, именно, какие-то восточные дыхательные практики, да, как вот медицина, как она вообще, вот, ее лечебный эффект, то есть, он, как бы, есть, но его можно научно доказать, вот этим прибором, да, который измеряет работу сосудов, мы можем, вот, можем это дело оценить, вот, тут еще есть несколько, вот, зон интереса, которые мы часто используем, вот, мы исследовали на стопе, некротерпуляция почему-то важна, вот, у больных диабетом, у них, вот, часто именно поражаются стопы, они ходят, бьются, царапаются, стопами не чувствуют боли, потому что диабет, один из симптомов, что пропадает ощущение боли, и там может быть такие вот поражения, как некроз, гангрена, вот, и надо людей спасать, диагностировать это состояние, вот, вот, одно из таких вот методов, конечно, на ногах мы сегодня не будем исследовать, но на руках, прикинули плечи, в глазах, обязательно посмотрим. Так, ну, коротко хотел бы еще рассказать про наше общество оптики и фотоники, собственно говоря, сегодня мы пришли на коллектив, как раз наше общество, это, в общем-то, это за организация, да, SPI, это международное общество оптики и фотоники, вот, где в барле открыли, как бы, свой филиал. Вот, и мы, благодаря, скажем так, мотивируемся в каком-то смысле, и они нас мотивируют проводить вот такие встречи, организовывать их, рассказывать, рассказывать, это распространение знаний, рассказывать вам про, что такое свет, про вот те преимущества, которые диагностика там, и воздействие светом дает медицине. Вот, и вот у нас такие вот, мы проводим такие мероприятия, вот, хороший пример, для детей разных возрастов, вот, в рамках, в рамках нашей, нашей команды, вот, ячейки общества, от общества фотоники, мы участвуем в конференции, это вот мы в городе Саратове, это вот мы в городе, Голуб, это в Финляндии, вот, это наша лаборатория, такая команда, вот. Еще несколько слайдов, несколько слайдов мы празднули, празднули день рождения, а это, по-моему, мы сделали тортик на Международный день света, это, кажется, 16 мая, и мы решили так вот его, ну, так, комплексивно, сделать торт, сами себе подарили торт, и всем показали, это вот на очень большой аудитории был репост в социальных сетях, ну, против, всем захотелось его, конечно, попробовать, вот, вот наша биография, мы, ну, как вот, научные сотрудники, обязаны делиться, то есть не бориться в собственном соку, а обязаны делиться, вот, своими наработками, знаниями, ну, с другими членами научного сообщества, вот, чтобы кто-то мог поправить ошибки, подискутировать, и обязательно, обязательно, конечно, мы путешествуем, ну, и это не только, именно, какие-то научные деференции, еще и научные школы, вот, и, конечно, вот эта диография довольно обширная, вот, кроме России, еще и несколько, несколько стран, вот, даже от Японии до Бразилии, как говорим, как стать частью нашего коллектива, если вы, там, 10-11-классник, 5-классник, и вот вам, может быть, понравилось то, что я рассказал, или вот интересно, интересно следить за нами в социальных сетях, то есть, есть тут несколько направлений, откуда мы обычно берем, как бы, ну, со сотрудничными, ну, люди, студенты начинают с нами сотрудничать. Это, конечно, такой список, как это обычно бывало, да, вот, но, в принципе, если вы, если вы хотите пойти, там, на программиста, там, или на химика, или даже на физика, все равно, если вы хотите заниматься научным исследованием, мы найдем, найдем, приложение вашим талантом, и место, чтобы вы могли с нами, с нами развиваться, в этом подробности, стать, же так, ученым, в общем, с комитетом. Вот, какие компетенции, компетенции мы развиваем? Это, вот, конечно же, работа на сложном измерительном оборудовании, опыт выступлений, тут мы, как бы, учим красиво говорить, красиво выступать, оформлять, оформлять свои мысли в виде презентации, вот, ну, с помощью, с нашей помощью, с помощью репетиторов, конечно, там, в принципе, подтягивается английский язык, потому что, в основном, наука на английском языке, вот такой, язык универсальной науки, и вот, мы, как бы, предлагаем, каждому, кто захочет загориться этой идеей, сделать первый шаг в такой профессии, как ученый. и, ну, небольшой научный юмор, тоже, тоже область приложения, давайте, давайте, наверное, вот такую техническую, в одну часть, завершим, и, наверное, собственно говоря, перейдем вот к этим установкам, которые мы собрали, вопросы, да, да, вот, или, да, какие-нибудь вопросы, можете мне задать, вот, сейчас, или в течение, может, в течение мастер-класса, если возникнуть, в существенном, я, собственно, я, что я рассказал, коллеги могут, по-моему, исчерпывающе повторить. Давайте поаплодируем, как говорится, бросим к столу, в самом случае. Ребят, подходите здесь, Игорь, расскажите,